Баратрум за животнич! Кто корм для Баратрума и, конечно же, кто является другом для нашего Бары. И, конечно же, я приведу сегодня несколько фишечек, несколько комбинаций, все как обычно. Ну и отлично проведем время, узнав что-то новое, друзья. Не забывайте смотреть другие такие видосы на моем канале. Ну и что ж, поехали! Самый главный вопрос у нас, как обычно, стоит, друзья. Как же законтрить Бару? Самая прямая контра, это, конечно же, помощь нашему союзнику во время того, как на него набежал Бара. Бара, как правило, бегает по всей карте и напрягает своими чарджами, своими относами и дает также МС своим союзникам. Если вы видите, что на вашего союзника бежит Бара, то вы можете телепортнуться и помочь своему союзнику. Это первая контра. Ну и, конечно же, вторая контра, которая у нас есть, это вот эта пачка всех героев. Это герои, которые будут Баре не давать почти ничего. Ну и давайте приступим. Первый персонаж, который у нас тут есть, это Руф. Руф, благодаря своей третьей способности, а именно Ливинг Армору, не дает пробивать Баратруму вообще никого. То есть это очень сильная контра. Я считаю, что этот герой входит в топ-3 самых сильных контрпиков Баратрума, потому что Руф это реально очень жесткая вещь. Ливинг Армор и нету Бары. Бара просто не может пробить. Следующий персонаж это Чен. Чен с хорошим суммоном и именно вот здесь вот с вот этими жесткими динозаверами сможет Баратруму просто жестко ломать щи с помощью первого спела. Да, казалось бы, что тут делает Чен, ведь Чен это корм. Да, действительно, Чен может быть кормом для Бары, но если Чен правильный, с правильным суммоном и с хорошей раскачкой, он может Баратруму очень сильно досаждать. Просто берешь два фурболга, допустим, одного сатира и еще, допустим, гарпию и все, Бара ничего не сделает просто. Либо просто даже возьмите Кентавра с леса и не давайте Баратруму ничего. Бара на вас разбег дал, вы суммон закидываете туда, просто клэпаете, Баратрума и Бара просто стоит и просто убиваете с руки. Все просто, очень много слов просто, я знаю, в комментариях напишите, как обычно. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Батрайдер. Конечно же, как можно здесь без Батрайдера обойтись? Я не знаю. Батрайдер это персонаж, который с помощью своего первого спелла не даст Баре вообще ничего. Бара не сможет быстро поворачиваться у Бары и так все проблематично с временем поворота. Так а под стиками Напалм вообще будет тяжело, не считая того, что Батрайдер может сбить Чардж вторым спеллом и, конечно же, не дать убежать с помощью Флэминг Лассо. Я считаю, что этот герой очень хорошо светится в контрпике. Следующий персонаж это Некролайт. Некролайт-то вначале очень легко загонгать, но в лейтгейме Некролайт очень сильно будет душить Бару, так как у Бары будет очень много хитпоинтов и, соответственно, Некр будет убивать просто его с ультимейта. Я считаю, что Некр это один из самых лучших персонажей, который контрит силачей. И Бара не исключение. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Пуч. Пуч сможет спокойно поймать Бару, когда Бара будет пытаться убегать. То есть можно тут и хуком, можно будет и поддержать немного дисмембером, но в начальной стадии медовому Пучу будет тяжело против Бары, потому что Бара будет бежать. Но видя, что на вас бежит Бара, вы просто можете его подхукать и не дать ему вас застанить. Вот такая вот тема. Один из сильнейших контрпиков Баратрума, я считаю, Клокверка. Клокверк с помощью первого, второго и ультимейта вообще ничего не дает Баре. Бара не может как ни чаржнуться, так ни ультануть, ни убежать, ничего он вообще не может против Клокверка. Я считаю, что Клокверк один из самых сильнейших контрпиков Баратрума, поэтому юзайте. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Визаж. Что тут делает Визаж? Почему Визаж? Визаж это персонаж, который имеет заряды, а именно армор и конечно же резистанс Бара просто его не пробьет. Как правило, Бара прибегает уже такой, знаете, разгоряченный, сейчас я тебя убью и пытается внести урона, а урон вообще не вносится. Потому что у нас есть хорошая пассивка, которая позволит нам защититься от Бары. Плюс еще фамильяры, которые смогут подстанить и не дать ему ничего. Также оно еще замедление, но не считая других способностей. Я считаю, что Визаж тоже очень хорошо здесь светится. Если кто-то не умеет играть на Визаже, ребятки, к сожалению, я вам тут не помогу. Как расконтрить Визажом Баратрума, я вам не подскажу. Следующий момент, который у нас тут есть, это Разор. Разор имеет просто оповещение против Баратрума. На любой части карты, если Бара попытается зачаржиться на Разора, конечно же, вы увидите вот такое вот оповещение. А это значит, что вы спокойно сможете понять, побежал на вас Бара или нет. А в случае, если он до вас добежал и будет юзать кнопки, вы просто накинете на него второй, и он вас не пробьет с руки. Не считая того, что у вас, в принципе, будет очень хороший МС на Разоре, но и у Бары тоже. Но Разором вы сможете как-то поконкурировать в МСе. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Ксин. Ксин жестко душит, на самом деле, Баратрума, потому что Баратрум, когда нажимает чарж, Ксину достаточно просто фистануть или через фист дать чейн, либо просто улететь на ремнанте. Но если вы Ксином прогуляете, то Бара может вас слить, потому что у вас очень мало армора. То есть, как это выглядит примерно? То есть, вот так вот он чаржится, вы даете фист, и все, Бара останавливается. То есть, все просто. Как законтрить Баратрума Ксином? Вообще жестко, легко. Ну и, конечно же, Бара у нас еще не любит магический урон, несмотря на то, что у него много хитпоинтов. У Ксина почти все. Мэджикал урон, и потом фист, это уже физикал. И, конечно же, Ксина, как правило, собирают как-то балансно, бывает молнию соберут, бывает БФ, то есть, как бы, вы можете дамажить и магией, и физикой, соответственно, контрить Баратрума. Следующий персонаж, который у нас есть тут, это Энигма. Энигма под Миднайт Пульсом и, конечно же, под Малэфайсом уничтожают Баратрума. Просто Бара вне конкуренции. Если вы не умерли с прокаста Баратрума, а именно Чарж и, конечно же, Незер Страйк, то вы спокойно сможете кинуть ему Малэфайс, отойти от него и еще попытаться даже на развороте убить. Бара это неповоротливый кусок какахи, у которого, в принципе, нету скорости атаки. И если он не успевает вас сливать, то, конечно же, ему просто потом только убегать и все. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Кунка. Кунка не даст убежать Баратруму. Плюс еще кинет понижение на 50% с помощью ультимейта. Также просто накинет крест, кинет торрент и не даст Барри убежать, забежать. И по драке он будет себя чувствовать Бара некомфортно. Поэтому это тоже хороший контрпик. Следующий персонаж, который у нас есть, это Сулабер. Сулабер сможет дать отпор уже на шестом уровне. На шестом уровне он сможет дать отпор Баратруму. Просто вы бегаете в форме, у вас полторы тысячи хитпоинтов. И также вы можете еще и нажать варкрай, что вам даст дополнительные арморы. Соответственно, Бара вас пробить не сможет. И, конечно же, медведям направить, чтобы Бару били. И Бара просто будет стоять в корнях, крутиться. При этом, если он попытается в корнях сделать чарж, то чарж его не сработает. Также не сработает он в рутах Питлорда. И не сработает в колби ЦМки. Поэтому, если вы играете на Баре, не забывайте, что в колби ЦМки и в других рутах лучше не чаржиться. Иначе чарж уйдет в КД, и вы просто будете стоять на месте. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Зомби. Зомби также очень плотный герой. Бара его может пробивать, потому что у Зомби нету армора. Но у него будет очень много ХП. И, соответственно, пока Бара будет пытаться слить Зомби, Томба будет уже стоять и стакать на Баратруме Зомбиков. И, соответственно, потом Баратрум будет тяжело убежать. Так что, вот такая тема. Следующий герой, который у нас тут есть, следующий, нормально я вам сказал, это Найкс. Найкс убивает силачей. Это вы знаете. Если Бара набегает на Найкса, то, конечно, Найкс нажмет Рейдж, немного поживет, туда залетит еще Незер Страйк. И после Рейджа вы сможете накинуть Ванды и попытаться подраться с Барой. Бара, конечно же, начнет просаживаться по хитпоинтам, а Найкс будет отхиливаться. Так как Найкс контрит силачей, то Бару, в принципе, он тоже может законтрить. А с появлением Армлета и Башера вовсе Баратруму будет очень плохо. Найкс будет его сливать почти за один Рейдж. Там уже останется лоу ХП и нужно будет просто добить. Все. Следующий герой, который у нас тут есть, это Панда. Мангикс у нас имеет промахи, имеет замедление и имеет классный ультимейт. Что позволяет, вернее, не позволяет Баратруму чувствовать себя комфортно. Мало того, что, когда он побежит на Мангикса, он не сможет, Баратрум, скорее всего, попасть по нему. Так еще и будут вот эти лютые дамаги с Мангикса плюс замедление. И у Бара и так скорости атаки нету. Так с первого спела еще снимет очень сильно скорость атаки. И, конечно же, Бара ничего не сможет сделать. Он не сможет бить, он не сможет попадать и будет тоже себя чувствовать некомфортно. Следующий герой, который у нас тут есть, это Азри. Азри, 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 конечно же, у нас является тоже небольшим контрпиком. С появлением диффузов, просто напрыгивая через Допель на Бару, он с легкостью сможет снять у него Ману и Бара не сможет ни убежать, ничего. А бить, кого непонятно, Бара неповоротливый, он не сможет слить. Но и Бара также очень хорошо контрит Фантома. Фантома после Допеля и во время Допеля видно постоянно. То есть, если вы нажали чарж на Баре, и, конечно, Фантом попытается как-то убежать от Бары с помощью Допеля. Вот, допустим, он зашел в Допель, и опа, я появляюсь, и Бара законтрил Фантома, получается, тем, что он видит его после Допельгангера. Но если вы попадете в тайминг Допельгангера, то есть, Бара вот на вас бежит, и вы прыгаете, получается, в Допель на Фантоме, и Бара куда-то вот бежит, он остановится просто. Это в теории. Но, конечно же, на практике это может и не сработать. Давайте проверим эту тему сразу, чтобы откинуть, допустим, вот Бара бежит, а мы вот так Допеля юзаем, все, Бара остановился. Это работает отлично. Соответственно, это тоже помогает подконтрить Баратрума. Следующий герой, который у нас тут есть, и крайний, это, конечно же, Мипа. Кучка Мипа, которая имеет начальный резист в 30%, и, конечно же, неплохое количество армора, не позволит Баре его загангать. Не позволит просто. А когда и вовсе их будет пятеро, Бара вообще ничего не сможет сделать. Он просто будет в сетках, Мипа будет очень больно бить, и Буровстов не даст Баратруму ничего. Так что, ребятки, вот такого у нас сегодня скучненький контрпик. Я могу выделить несколько персонажей, которые хорошо контрят Бару. А именно, первый персонаж, который жестко контрит Бару, это Клок. Второй, это Руф. Ну и, конечно же, третий, четвертый и пятый, это плюс Кунка, Найкс. И, конечно же, хорошо контрить Некролайт, не считая Энигмы. Я считаю, что это отличные герои, которые могут законтрить Бару. Но не забывайте, что Бара, в принципе, легко контрится тем, что иконка должна моргать. Когда на вас чаржится Бара, у вас должна заморгать иконка. Но, по-моему, это уже пофиксили. Не знаю, напишите в комментариях, те, кто играли недавно на 85-й карте, крайней карте, именно 85-й РЦ. И, соответственно, напишите, была ли у вас такая тема, мигала или нет иконки. Иногда мигает, иногда нет вроде. Ну и все, в принципе. Вот такой вот у нас контрпик. Погнали смотреть корм для Баратрума. Итак, ребята, кормом для Бара будет считаться все то, что будет просто подвержено зависимости от артефактов, либо отсутствием армора, ну и либо своих каких-то фишек, типа как вот Тракса здесь, и о Траксе отдельно поговорим. Смотрите, ребята, Баратрум у нас законтривает хорошо инвизоров, хорошо персонажей, которые блинкуются, и Бара очень-очень быстро их достигает, и, в принципе, допустим, какой-то вот, типа как телепортер, вот у нас Фурион, он может телепортнуться куда-то на одну часть карты, а Бара за ним побежит. То есть также он может и МИ попытаться догонять, но не суть. Здесь собраны персонажи, на которых вам будет легче всего, в принципе, как-то подкушиваться. Да и, в принципе, Бара не нуждается в корме в каком-то, потому что, как правило, Бара влетает в драку, уже там, ну, Ганг готовится, два персонажа нападают на двоих, и Бара становится третьим, быстро, мгновенно, и вы просто убиваете. То есть, неважно даже, какой там корм, может, там и плотный какой-то герой будет, но главное Барри, это, конечно же, влететь, подстанеть, ну, и там ультимейт слить, чтобы нанести много урона. В общем, вот поехали. Ребятки, первый корм, который у нас тут есть, это Рикимару. Когда Бара у нас покупает Даст, и просто прибегает на Рики, Рики просто теряется, и не знает, что делать. Если рядом нету крипов, чтобы поблинковаться, то Бара может спокойно слить Рикимару, потому что, ну, не сможет он уйти, конечно же, в инвиз под Дастами, если там нету еще, допустим, каких-то диффузов у Рики или, образно, ну, той же Манты. Поэтому я считаю, что Рики может быть кормом на начальной стадии. Аппарат будет легчайшей кормушкой вообще, потому что просто в него нету ХП, нету армора. Бара прибежал, затыкал, убил. Антимаг не сможет ублинковаться, то есть он как бы сможет блинкануться, но Бара сможет настигнуть. Очень хорошо будет держать его в дизейбле Бара, потому что антимаг у нас вначале хлипкий, антимаг артефакто-зависимый, левелозависимый, поэтому Бара будет ему досаждать. Я считаю, что тоже очень хорошая кормушка. Но в лейтгейме, конечно, антимаг возьмет свое. Следующий герой, который у нас тут есть, это Нортром. Нортром спокойно будет кормить Баратрума, у него нету армора, ничего у него нифига нету, эскейпа нету, Бара прибежал, затыкал, убил, все, нету Сайленсера. Но в лейте, опять-таки, он возьмет свое. Фурион, опять-таки, как я говорил ранее, Фурион сможет телепортироваться по карте, а Бара легко сможет его достигать, достигать вообще, где хочет Баратрум, его найдет всегда, этого Фуриона. И, конечно же, Фура очень хлипкий, он вначале ватный, и Бара с легкостью сможет его убивать. Следующий герой, который у нас тут есть, это Боне. Боне тоже у нас левелозависимый, с шестым левелом он становится немного сильнее, а до этого он очень хрупкий, и Бара его с легкостью может пробивать. При этом покупка дастов сможет спокойно настигнуть Клинкзак. Также еще, если у вас есть гем, вы спокойно сможете поконкурировать по МСу, то есть Бара, как правило, бегает очень быстро и сможет догнать Клинкзак, который будет убегать в Виндволке. А в Виндволке Клинкз бегает со скоростью 522, и Бара спокойно, спокойно чарджем сможет его догонять. Следующий герой, который у нас тут есть, это Спектра. Спектра в начальной стадии тоже очень ватная, и Бара может не дать ей раскачиваться, приходя в частый ганг и спокойно убивая Спектру. Так что Спектра будет хорошей кормушкой в начале. Скай является лучшей кормушкой, я считаю, потому что он вообще без армора, у него нет эскейпа, и у него единственное, что есть, это Сайллс. Если до конца набега он успеет как-то кинуть с Сала, и Бара не сможет разультиться, то я думаю, Скай сможет уйти как-то еще. Но в целом, Скай вообще максимальная кормушка. У него ни ХП, ни армора нету, что потенциально делает его хорошей жертвой для Баратрума. Сларк. Сларка Бара тоже очень хорошо может подконтривать тем, что Сларк, если видно, то, соответственно, Сларк не регенится. Если Сларк убегает на лоу ХП, и у него нету Шадоу Дэнса, Бара его настигнет и добьет. Я считаю, что очень хорошо тоже можно будет кормиться на Сларк, и при этом Сларк зачастую, очень часто бегает без хитпоинтов, и вы спокойно сможете Барой его подконтривать. Следующий герой, кто раз тут есть Тракса. Тракса вообще, я не знаю, видос по контрпику Траксы не вижу смысла делать, потому что Тракса контрится всеми героями, которые просто подходят поближе к АОЕ на 400 единиц, чтобы у нее отключался армор и все дела. Если Тракса будет держать Бару на расстоянии, да, у Бары проблемы будут, но у Бары есть все, чтобы добраться до Траксы, поэтому Тракса будет легкой кормушкой. Также сюда можно еще и Снайпера приписать, потому что Снайпер вообще забейте, это корм кормов. Инвокер. Что у нас тут делает Инвокер? Инвокер это артефакта и левела зависимый герой. Если Инвокера, Бара будет гангать постоянно, то Инвокер ничего не сможет сделать, но если Инвокер будет немного делать правильно, а Бара будет делать неправильно, образно, давайте разберем ситуацию. Инвокер стоит на этой линии, а здесь стоит, допустим, союзный шторм, и Бара постоянно бежит вот так вот. Инвокер, естественно, видя эту тему, закидывает колдс на Баратруму, соответственно, законтрит Бару. Но, если Бара будет чарджи делать со спины на Инвокера, Инвокер не успеет сообразить, и Бара настигнет Инвокера, и поэтому законтрит его. И если делать так регулярно, то Инвокер будет, так сказать, в не лучшей ситуации, без артефактов, без левела, а потом, если Инвокер все-таки возьмет левел, то Бара уже вообще сделать ничего не сможет, потому что Инвокера очень сильные способности, которые не позволят Баре двигаться в целом. Это колдс на, потом еще стенка, торнадо, ЕМПшка, то есть Бара не сможет ничего тогда сделать. Поэтому все в руках Бары, и начальная стадия, чтобы не дать Инвокеру заколотить артефакты, спокойно сможет помочь ему законтрить. Следующий герой, который у нас тут есть, это Алчемист. Алчемист легкая кормушка для Бары. На любой стадии игры у него нету армора, и если нету ультимейта у нашего химика, то, конечно же, химик не хилится, и становится легкой мишенью для Бары. Бара бежит, начинает душить и просто убивает. На начальной стадии Алхимик очень хлипкий, поэтому это максимальная кормушка для Бары. Следующий герой, который у нас тут есть, это Рубик. Рубик тоже кормушка, нету хп, нету армора, просто мэджик резисты там какие-то, и Рубик просто будет умирать в драке там с пару тычек, и просто с одного чарджа и одного ультимейта, поэтому он тоже является кормушкой. Много героев сюда, ребятки, можно написать кормушку, но такие слабенькие герои, опять-таки, я уже повторился, какие являются у нас кормом, поэтому, ребятки, держите в курсе хотя бы вот-вот этих персонажей, ну и в принципе, погнали смотреть у нас друзей для нашего Баратурма. Что ж, ребята, осталось, конечно же, у нас разобрать наших друзей, а друзья у нас вот они, но это не все друзья, но в целом это основные персонажики, которые будут помогать, также сюда можно было еще БХ приписать, за счет того, что у БХ есть трек, и если вы видите вражескую какую-то цель, то Барас с легкостью сможет ее настигнуть. У нас тут есть Зевс, Зевса вы будете очень хорошо помогать, и также Зевс вам будет очень хорошо помогать, Зевс ультануть может, и вы быстренько просмотрите по карте, кто есть лохоповый, и просто нажимаете чарж, и добегаете, и убиваете. Тинкеру вы будете помогать с навигацией ракет, то есть если вы даете чарж, вы даете вижен, Тинкер кидает ракеты, соответственно, у вас будет взаимопомощь, и вы сможете так подфармливать, плюс если будет лохоп, и Тинкеру вы очень хорошо поможете, вы будете давать вижен, также у нас еще что может быть, что если Тинкер не добьет, это вы добьете, и соответственно, это для вас будет очень хорошей, так сказать, синергии. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Кристалка, Кристалка будет с помощью ауры давать вам ману, потом будет помогать на лайне, Стан даст, конечно же, за медло, и во время того, как она ультует, вы сможете всех подезейблить, с помощью первого спела и третьего в совокупности, и конечно же, не дать ЦМке сбить ультимейт, и она спокойно сможет с вами в паре раздамажить. И вот самое классное, что у бары маленькие, вот эти вот монопулы, да, но ЦМка, как я уже говорил, она может добавлять вам немножко маны, как Котл тот же берет, просто дает ману, и все, бар у нас побежал. Также у нас тут еще есть монолик, как вы знаете, под моноликом нежелательно двигаться, и вы будете терять ману, если вы будете двигаться, а бар будет постоянно толкать, и будет постоянно с Незер Страйка также отталкивать и сжигать ману оппонента, что дает хорошую комбинацию в совокупности Котл плюс Баратрум. Также у нас тут есть Огр. Огр дает Бладласт, который для бары очень важен, если у бары есть скорость атаки и скорость передвижения, то бары становятся более серьезными. Есть у нас тут ДС, ДС с помощью второго спела может дать дополнительный урон магический для Баратрума, то есть он накинут на него Е, Р, вот так вот он накидывает Е, он накинул щит, и может накинуть также же Сёрдж. И, конечно же, бары тоже становятся очень опасны, он может быстро двигаться, если вдруг у него чардж в КД, он все равно может настигать и хотя бы со щита что-то еще дополнительно наносить, не считая того, что в комбинации вы сможете просто застанеть на 2,5 секунды, и эти 2,5 секунды вы будете еще дамажить со щита, плюс потом еще с ультимейта чуть-чуть подамажить, еще к ног вылетит, то есть уйма урона. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Шаман. Шаман сможет поддержать в Дизейбле огромное количество времени. Ну давайте смотреть, 3,5 секунды и 5 секунд, это только 8, 9, почти 9 секунд просто вы будете стоять на баре и бить, вы можете сходить на кухню, вы можете налить себе чая, сходить в туалет, что хотите, поделайте, Дизейбл закончится, и барой еще нажать кнопки, еще нажать чардж, еще нажать ультимейт, и к этому времени у Шамана уже откатится Хекс, конечно же, а потом уже откатится и Шекласс, вы можете просто бесконечно держать в этом Дизейбле кого-нибудь и просто уничтожать. Следующий герой, который у нас тут есть, это у нас Твинхэдик. Благодаря Твинхэду вы сможете, конечно же, не того, ну мало того, что вы сможете хорошо вместе работать, что у него тут есть стан, замедление и ультимейт, так вы еще можете и Твинхэду помочь. Когда Твинхэд у нас раскидывает ультимейт, как правило, все пытаются из него выбежать, но Бара, когда прибежит, и если макропюре настигает, то Бара просто не даст с него выйти, он будет держать кого-то на этом макропюре, конечно же, и он будет получать дополнительный урон, что, соответственно, делает их хорошими друзьями в комбинации. В общем, такие у нас, ребятки, друзья-друзей на самом деле у Бары намного больше, я не стал сюда еще пихать персонажи со станами, тот же Кентавр, Тускар, там Тинни, еще там кто, ЕС, там, вот таких ребят я не стал пихать, потому что это слишком много было бы уже друзей. Вот это самые основные, с которыми по кайфу. Если Бара видит, то вы вместе можете работать. Ну и также еще не стоит забывать про там Леона, который также может внести огромное количество урона таргетно, то есть, если Бара набегает, просто быстренько надо цель слить, то вы спокойно поддушиваете, вдруг у Бары еще догон есть и просто в 2 молнии уничтожаете. Так что, вот такой, ребятки, у нас сегодня был герой на обзоре Контерпика, конечно же, это у нас Баратрум, Баратрум это очень приятненький герой, на самом деле, побегать, подушить. Я люблю мобильных героев, но на Баре стараюсь не играть, потому что он, в принципе, как бы для меня, он как бы скучный, но, в принципе, веселый, порофлить с него можно. В общем, надеюсь, после этого видоса вы будете чуть-чуть осведомлены, чуть-чуть заряжены и пойдете сразу же Контрить Баратрума. На этом все, ребятки, с вами был Ксаназа, смотрите другие видосы, не забывайте про то, что можно поставить лайк и продвинуть это видео немного повыше. Ну и, в принципе, все. До скорого.